ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОИ ДРУЗЬЯ ГНОМЫ Ну вот, глупость какая! Вот почему иногда так бывает? Хочешь сказать одно, а говоришь совершенно другое! Это, наверное, я от Лёшки заразилась, точно! Вот он говорит, что у него теперь всё время так! И у меня вот тоже! Ой, вся жизнь пошла наперекосяк, вот несчастье! Несчастье? С кем несчастье? Какое несчастье? Гномы, как давно вас не было! Хорошо, что вы наконец пришли! Это, конечно, хорошо, тут я согласен! А что ты про несчастье говорила? С кем несчастье-то? Со мной! Как? Что стряслось? Может, мы тебе помочь сможем? Помочь? Да я думаю, тут вы мне ничем не поможете! Всё так запутано! Так давай мы распутаем! Да, не знаю, не знаю! Тут такое дело! В общем, мне нравится один мальчик! Лёшка! Ой! А ты откуда знаешь? Что это так заметно? Как тебе сказать? Значит, заметно! Ой, какой ужас! Как вы думаете, это всем видно или только вам? Ну, мы-то твои друзья, поэтому, конечно, нам видно! А про всех остальных не знаю! А почему тебя это волнует? Ну, как же! Все же смеяться будут! Почему? Чего тут смешного? Да ты что! Будут дразнить влюбилась, влюбилась! Это ужасно! Надо же! И что, ты считаешь, что это такое уж несчастье? Понимаете, такое дело... Мы с Лёшкой очень давно дружим! Вместе в школу ходим, уроки иногда вместе делаем, друг другу ошибки проверяем, играем... А тут он мне говорит... Саша, я тебе открою страшную тайну! Только поклянись, что никому не скажешь! Ой! Как же я вам-то расскажу! Ну, мы же не из вашего класса! И тоже можем пообещать, что никому-никому! Честно? Честно и гномская! Договорились! Так вот! Лёшка мне признался, что ему нравится Катя! И что из-за этого он с ней стесняется дружить! Во-первых, что все заметят и будут смеяться! Дразнить там, ну, как говорят, теле-теле-тесто, жених и невеста! Вот глупости! Просто какие-то сказочные глупости! Да это понятно! Но это ещё не самое страшное! Просто Лёшка говорит, что у него вообще не получается теперь с Катей дружить! Вот! Катя приглашает нас всех в гости, например, говорит... Приходите сегодня ко мне в твистер играть! А Лёшка вроде и рад бы пойти! А сам вместо «приду» говорит вдруг! Да ну его этот твистер! Ерунда! Я лучше дома в шахматы буду играть! И Лёшка клянётся, что и не думал так говорить! Просто вот оно само как-то получается! Хочет Кате что-нибудь приятное сказать, а получается вот так! Это как болезнь какая-то! Беда! Ну, знаете, обидно всё же! И потом... Что? Мы с Лёшкой так хорошо дружили! А теперь всё наперекосяк! Вот как только он мне рассказал, что Кате ему нравится! Во-первых, если честно, обидно, конечно, что не я, а Катя! Правда же обидно! Ну, это как посмотреть! Да что ты! Тут как не посмотри! Обидно и всё! И потом я теперь тоже стала стесняться! До школы с ним не хожу! После уроков убегаю сразу! А завтра у моего папы выходной, и папа предложил в зоопарк пойти и Лёшку взять! А я наврала, что Лёшка к бабушке уезжает, и в зоопарк не сможет с нами пойти! Главное, мне так хочется, чтобы он позвонил! Ну, хотя бы уроки узнать, что ли! А он не звонит! И сама не звоню, стесняюсь! А позавчера Лёшка звал меня в парк погулять! Я так хотела пойти! И не пошла! Глупо! Конечно, глупо! Да я сама понимаю! А сделать ничего не могу! Вот и говорю, несчастье! Я же говорю, тут как посмотреть! Ну и что в этом хорошего? Нет уж! Как не посмотри, одни расстройства от этой любви! Неправда! Вовсе нет! Просто, ну вот, например, ты говоришь, обидно, что Лёше Катя нравится, а не ты! Обидно! Ужасно! А что, ты бы хотела, чтобы Лёша вот так же грубить тебя начал? Играть с тобой перестал? Бегал бы от тебя? Вообще... Нет, конечно! Я нашей дружбой очень дорожу! Я бы не хотела! А ведь Лёша тоже вашей дружбой дорожит! Он тебе такую тайну раскрыл! Да! Он сказал, больше никто не знает, только я! Представляешь, какой ты для него важный и необходимый человек! Ой, точно! Это верно! Но, знаете, вот мне в последнее время даже наряжаться не хочется! Зачем мне красивой быть, если для него всё равно самая красивая Катя, а не я? И раньше, когда меня в школе хвалили, я всегда радовалась, что Лёшка видит, какая я молодец! А теперь мне всё равно! Раньше я, если что интересное узнаю, сразу бежала Лёшке рассказывать! А теперь... стесняюсь! Пускай ему теперь Катя всякие новости рассказывает, раз уж она ему так нравится! Постой, да ведь он, как я понял, с Катей вовсе раздружился! Ну... да! Но ведь это всё из-за того, что он стесняется! Погодите-ка! Ерунда получается! Это верно! Полная ерунда! А ты говоришь, несчастная! Это Катя несчастная, потому что Лёша с ней больше не дружит! А ты, выходит, счастливая! Ведь он тебе секреты свои доверяет! Тебя гулять зовёт! Хотя, конечно, когда тебе кто-то нравится, это так замечательно! И ужасно глупо этого стесняться! Надо это чувство беречь и радоваться ему! Оно волшебное! Волшебное? Конечно! Оно, например, может самого обычного человека превратить в доброго, смелого и сильного! Точно! Хочется всё время что-нибудь такое сделать прекрасное, чтобы Лёшка заметил и удивился! Или ему в беде помочь! Может, у тебя и не получится сразу перестать стесняться и бояться, что засмеют! Но давай мы всё же расскажем тебе одну сказку! Однажды, весной под большим деревом, на котором свили гнездо дрозды, появились крохотные росточки! Эти росточки были ещё очень малые, и было непонятно, какими они станут, когда вырастут! Каждое утро, когда всходило солнце и дрозды на дереве начинали петь, росточки вытягивались и расправляли крохотные листики! Какая чудесная песня! Какие удивительные птицы! Восхищался один самый маленький росток! Жаль, что отсюда с земли не видно, каковы эти птицы на вид! Должно быть, они и прекрасны! Какое тебе дело до тех птиц, ворчали остальные ростки! Они там, высоко, на ветвях! Нам всё равно никогда не дорасти до такой вышины! Им до нас дела нет! Так на что нам знать, каковы они из себя? Но маленький росток продолжал мечтать! Вот я вырасту высоким-высоким, и тогда мне будет ещё лучше слышно, как поют эти птицы! Ну и что, что им нет и не может быть до меня никакого дела! Мне очень-очень хочется увидеть их! И вышло так, что весна выдалась очень жаркой и сухой! За весной последовало такое же знойное, засушливое лето! Потом наступила холодная зима, многие ростки засохли, многие замёрзли! И только тот росток, что мечтал вырасти и увидеть прекрасных птиц, продолжал расти, расти! Ведь он так мечтал! Прошло время, много времени, и росток превратился в прекрасное раскидистое дерево! И дрозды перенесли своё гнёздышко на ветки этого молодого деревца! И каждый день их звонкие песни звенели в его зелёной, ласковой листве! Ой! Удивительно! И правда, если бы он сразу раскис от того, что птицам не может быть до него никакого дела, то наверняка бы засох или замёрз! А так, и сам вырос, и птицам помог! Точно! Волшебное это чувство, когда кто-то нравится! Вот видишь, и ничего такого, чего бы стоило стесняться, тут вовсе нет! А те ребята, которые дразнятся, как ты говоришь, теле-теле-тесто, просто никогда не задумывались об этом! Им тоже, наверное, хотелось бы кому-то нравиться! Правда? Им бы тоже хотелось? А чего же они тогда дразнятся? Ну, видишь ли, так часто бывает, когда тебе чего-то очень-очень хочется, а тебе это не дают! Точно! Тогда стараешься делать вид, что не очень-то и хотелось! Как ты верно подметил! Меня когда наказывают, я так же поступаю! Ну, вот, например, скажут мне, останешься без сладкого! Я говорю, а я как раз хочу солёного! Вот! Вот! Значит, ты должна понимать, что те, кто дразнятся, немножко в глубине души завидуют! Потому что у тебя есть такое чудо в жизни! Тебе кто-то нравится, или ты кому-то нравишься, а у них ещё этот момент не наступил! Вот! Вы знаете, друзья, мой папа спросил, почему я такая кислая хожу, а я ему сказала, что просто так! А папа, знаете, что мне дал почитать? А я догадаюсь, спорим! Догадаешься? Как это? Ведь всё-таки это мой папа, а не твой! Понимаешь, очень многие папы, у которых есть дочки, очень любят это произведение! Ромео и Джульетта! Правильно? Ничего себе! Правильно! Я так плакала! Вообще, красивая история, конечно! Печальная! Трогательная! Но знаете что, друзья? Мне что-то совсем расхотелось тосковать! Вот я что подумала! Я целую неделю счастья потеряла! Потеряла? Целую неделю счастья? Ой! Ну, разумеется! Я же целую неделю от Лёшки бегаю! А зачем? Ну, если он так хочет, пусть страдает из-за своей Кати! Но мы же с ним друзья! И дальше дружить будем! Он вот даже учиться хуже стал, потому что вместо урока всё время про Катьку думает! А ты откуда знаешь? Я-то? Ну, потому что я всё время про Лёшку думаю, переживаю и тоже хуже учиться стала! Вот! А я возьму, возьму и всё-всё выучу! И ещё Лёшке буду помогать! Он ещё отличником станет! А ты? И я! Я тоже отличницей стану! А ещё... Только не смейтесь! Когда мы над тобой смеялись? Я хочу в шахматный кружок записаться! Я вообще-то умею играть, но не так, как Лёшка, конечно! А так научусь играть и буду для Лёшки достойным соперником! Даже лучше, чем его компьютер! Вот так! Вот поэтому я и говорю, что это прекрасное чувство, когда кто-то кому-то нравится! Знаете, я тут вспомнил! Есть такое стихотворение! Его написал Борис Захадер! Называется «Последний листок» Там есть замечательные слова! Вот слушайте! Не бывает любви несчастной! Может быть, она горькой, трудной, безответной и безрассудной! Может быть, смертельно опасной! Но несчастной любви не бывает! Правда! Ну, правда же! Вот Ромео и Джульетта там тоже! Как правильно сказано! Не бывает любви несчастной! Да! Правда! Вот смотрите! Мне Лёша нравится, а он в Катю влюблён! Вроде бы несчастная любовь! Но ведь как раз из-за этого он со мной дружит! А не с Катькой! А я... А я... Вот увидите! Я всё на свете смогу! И с уроками Лёшке помочь! И в шахматы научусь не хуже него! И знаете! Я их с Катей попробую померить! Пусть Лёшка тоже будет счастливый! Как я! А то чего он ходит, страдает бедный! И знаете! Что? В зоопарк я его всё-таки приглашу! Вот! Чего я стесняюсь! Раньше всё время вместе ходили! А теперь чего же? А не побоишься звонить! Вот ещё! Чего бояться-то? Сейчас и позвоню! Минутку! Алло, Лёш! Привет! Слушай! Пойди же завтра с нами в зоопарк! Папа предлагает нас повезти! Что? Правда? Ой! Ладно, договорились! Утром как проснёшься, звони! Ой, гномы! Ну что? Не может? Наоборот! Вот! Он, знаете, что сказал? Что он хотел сам меня в зоопарк пригласить! Но его родители в эти выходные не могут! А я, оказывается, говорила ему, что хотела бы на жирафа посмотреть! А я и не помню! Смотри-ка! Ты не помнишь, а Лёша помнит! Странно! Ты не находишь? А ты уверена, что ему именно Катя нравится, а не ты? Ну, он же так сказал! А что? Так бывает! Может, он хотел таким образом на себя внимание обратить? То есть, ты хочешь сказать? Это ведь то же самое, что за косички дёргать! Это чтобы я о нём думала всё время, что ли? Ну, примерно так бывает! А что? Мальчишки так часто поступают! Да и девчонки тоже! Ну, эти мальчишки! Нет, правда, что ли, и девочки так делают? Иногда! Вот глупости! Ау! Ну, ладно! Это всё равно не важно, кто Лёшке нравится! А дружить-то он со мной хочет! Я всё равно в шахматы играть научусь! И буду с ним играть! И в зоопарк с ним пойду! Ну, а если я ему нравлюсь, это вообще замечательно! То есть, что получается? Это не важно, в кого он влюблён, так что ли? Всё равно это счастье, что он мне нравится, так что ли? Выходит, что так! Ну и ну! Как хорошо, что вы ко мне сегодня пришли! А то бы я так и страдала из-за ерунды! И правда, хорошо! Только мне это, вот это, мне это пора! Ага! Тебе? Это куда? Ну, надо мне там, по делам! Это вот... Слушай, ты чего-то недоговариваешь! Ну, сказано тебе, по делам! Блюмс! По-моему, Дзин идёт на свидание! Что? Ну, вот ещё! Почему сразу на свидание? Так просто! А, понятно! Ну, ладно! Чемодан надо думать тебе там не пригодится! Не! Ладно! Сам домой донесу! Ну, что же, счастливо, Саша! Счастливо! Спасибо вам! На здоровье! До свидания, гномы! Как хорошо, что вы у меня есть! Пока-пока! Мои друзья гномы!